приветствую вас на нашем канале сегодня у меня есть одна очень интересная штука вот такая называется она TP-Link AC1750 если у вас как и у меня существует проблема с сигналом Wi-Fi в доме в квартире или в офисе то ее можно решить при помощи этого девайса так называемого усилителя беспроводного сигнала который подключается к роутеру по Wi-Fi усиливая и расширяя этот сигнал в ранее недоступных зонах работает этот девайс на двух частотах 2,4 ГГц со скоростью до 450 Мбит в секунду и 5 ГГц со скоростью до 1300 Мбит в секунду поставляется вот такой достаточно симпатичной упаковки упакованной в пленку достаточно добротно сделано давайте посмотрим что внутри вот Внутри у нас есть конвертик. Я у нас с какой-то документацией, сейчас посмотрим, да, так и есть, есть какая-то карточка, супер, выглядит в ней отлично, сам усилитель Wi-Fi, который вставляется в розетку. Напрямую вставляется в розетку и работает в сети электропитания. Еще в коробке есть кабель для подключения к гигабитному борту. Ну, и больше ничего нету. Вот, у усилителя Wi-Fi есть три выдвижные антенны. Вот так они выглядят. Вот, есть с левой стороны гигабитный порт для подключения устройства, лишенного модуля Wi-Fi. К нему можно подключить, например, игровую приставку или мультимедийный плеер, или телевизор. Ну, что ж, внешне выглядит хорошо. Сделан очень качественно. Производитель заверяет, что эта штука просто устанавливается и удобно может размещаться. Подключается к Wi-Fi роутеру при помощи вот этой кнопки. Давайте попробуем, поможет ли нам эта штука решить, в данном случае, мою проблему, усилить сигнал в той комнате, где его не достает. Ну что, вставляем в розетку. Нажимаем VPS. И затем нажимаем большую кнопку на усилителе сигнала Wi-Fi. Все, он подключился. Работает на двух частотах. 2,4 ГГц и 5 ГГц. После недолгих и несложных манипуляций по настройке, усилитель Wi-Fi работает, я бы сказал, превосходно. Результат меня порадовал. Так что, обратите внимание. До скорых встреч. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...